достаточно большим количеством кейсов, то есть на реальных ситуациях про реальные отделы продаж и не только, и про большие заводы будет тоже. То есть меньше теорий, больше каких-то реальной практики, вернее, это не тренинг, реальных практических ситуаций, из которых вы будете делать выводы. Нормально? Принимаем такой формат. Ну вот и славно. Что с этим всем делать? Итак, кейс номер один. Управление капитального строительства в маленьком российском городе. Мой родной Киров. И летом 2009 года. Кто постарше, тот помнит, что происходило на рынке недвижимости в это время. Что? Заморозка. Да не двигалось ничего. Правда, отрасль не то, что стояла, она лежала. Заказчик пришел с таким запросом. Слушайте, вваливаем по полмиллиона в рекламу ежемесячно. Для небольшого города это хорошая сумма. Входящий трафик. Получаем. То есть 20, 30, иногда даже 40 звонков в день. Это очень неплохой трафик в продажах недвижимости, между прочим, для небольшого города. Но нету продаж. Уже второй месяц все эти звонки заканчиваются словами «Спасибо, я перезвоню». И не перезванивают, и не возвращаются, и не приходят, даже на показы не едут. Мы, как нормальные консультанты, с командой заходим, смотрим, как нормальные маркетологи. Может быть реклама не та, которая и генерит нецелевой трафик. Может быть клиенты звонят не те. Сохранили, посмотрели, посмотрели телефоны, обзвонили клиентов. Нет, клиенты те. Действительно, те, которые рассчитывают даже в те времена покупать квартиру, пускай за ипотеку, пускай в рассрочку, но тем не менее целевые клиенты. Может быть что-то другое, может быть жилье славится плохим качеством, низким качеством. Нет, компания работает в городе давно. Они знают, как об очень хорошей компании хорошее жилье строят. Дошли по цепочке действий клиента, по воронке продаж, до самого главного, как говорят, затыка, уж извините, до бутылочного горлышка, будем говорить по терминологии теории ограничения систем, работы продавца. Нельзя в процессе продаж сложных, дорогих товаров и услуг, тем более вот таких сложных, как квартира. Не бывает квартира просто сама по себе, бывает квартира с окнами на юг, с окнами на север, на парк, бывает на третьем этаже, бывает на последнем и так далее. То есть сложный продукт. Нельзя отвечать на вопрос о цене сразу. И даже если клиент, каждый первый, сразу давит по телефону, сколько стоит? Ну-ка рассчитайте мне, сколько будет стоить там 50 квадратов, там однушка или 70 квадратов, двушка, сколько стоит ваш квадратный метр. Нормальный продажник должен попытаться хотя бы перехватить инициативу и выявить потребности и так далее. Ну, классика тренингов продаж. А ребята, девчата вернее, там в это время работали, этого не делают абсолютно. То есть сливают цифру сразу по первому запросу. Клиент, зная, что цены на недвижимость в это время падали, помните те времена, просто слышал не самую выгодную цифру. Ага, здесь дорого. И ему не давали шанса выяснить, что это за элитное жилье, что это за действительно тройной стеклопакет. В Вятке это очень актуально. Что это классное место с видом на парк имени Кирова, там зеленое место, зеленое море с одной стороны, там церковь с другой, там 50 километров пойма Вятки с третьей стороны. То есть потрясающее жилье, которое стоит своих денег. Но отдав цифру, мы потеряли шанс клиенту это все объяснить. Потому что клиент с этого момента выбирает только по цене. Ага, там продают по столько-то, здесь и так, и бросают трубку. Продавцы делают что-то неправильно. Мы выясняем и рекомендуем директору, слушайте, мы нашли основное бутылочное горлышко, давайте с этим поработаем. Разработаем технологию продаж и потренируем ваших сотрудников. Директор сказал, ну классно, мне деваться некуда, кризис, поехали. Разработали, провели все нужные исследования. Сценарии продаж расписали даже сейчас, там через 10 лет практически я считаю, что там очень неплохой сценарий у нас получилось разработать. Все хорошо вроде бы должно быть. И на тренинге продажники участвовали активнейшим образом. На тренинге рядом сидел генеральный директор. Поэтому продавцы изо всех сил выявляли потребности, перехватывали инициативу, задавали ценностные ситуационные, критериальные вопросы, вбрасывали уникальные конкурентные предложения. Все делали хорошо. Но как только тренер вышел на внедрение, практикуется после тренинга посидеть с продавцами, как они работают в реальных продажах, вдруг наблюдаю, как и не было этих двух дней. Как раньше сразу отдавали цифру, так и продолжают. Девушки, что происходит, спрашиваю, почему? И тут получил тренер весь объем скрытого до этого момента латентного, так называемого, сопротивления. Сейчас кризис. Всех интересует только цена. Никто со мной так долго разговаривать не будет. Знакомая фишечка, да, дорогие руководители? Да чему вы можете меня научить? Вы человек со стороны, а я в риелторском бизнесе, пять лет работаю, вторая девушка заявила. Тоже знакомая история. Человек со стороны ничему нас научить не может. Выдали весь спектр сопротивлений. Тренер по продажам, к сожалению, тоже не бессилен. Я попытался мытьем, катанием, уговорами, убеждениями, аргументацией, примерами других проектов. Не применяют никаких новых техник. Как по-старому работали, так и по-новому работают. Пришлось пойти к генеральному директору. Я в прошлом старший сержант, в общем-то, стукачей не люблю. Сам как-то это все в юности было забито на уровне подкорки. Но тут пришлось, потому что потерял все рычаги. То, что было дальше в этом проекте, я расскажу чуть позднее. Как по-вашему, вообще почему они сопротивляются? Несмотря на то, что вроде бы руководитель выяснил, правда, эта новая CRM-система должна привести к повышению продаж. Эти условные скрипты или сценарии продаж, которые ты пытаешься им внедрить, они почему-то все равно сопротивляются. Даже несмотря на то, что ты уверен, что конверсия повысится, продаж будет больше, и их зарплата, и твой доход вырастет. Ваши версии. Почему сопротивляются практически всегда? Не хотят выходить из зоны комфорта. Мне всегда хочется спросить. Они вот прямо сейчас в зоне комфорта уже находятся. Всем хватает денег, у всех ипотека выплачена, все кредит за машину уже оплатили, никого жена не пилит. Ваша версия? Непривычные алгоритмы поведения. И что? Почему бы не освоить новый алгоритм поведения, если он должен привести тебя к повышению результатов? Это очень энергоемко. Да, это чрезвычайно энергоемкий процесс. Наш мозг любит экономить энергию, а не расходовать. Так мы устроены эволюционно, биологически, дорогие мои друзья. Первый ответ, который пришел, когда я анализировал на эту тему, анализировал эти проблемы, да не в продажниках дело. Я регулярно из проекта в проект наблюдаю очень похожие ситуации. Например, генеральный директор, вот живой проект годичной давности, даже не я там работал, мне о нем рассказывал непосредственный участник. Достаточно серьезная сеть из ювелирной промышленности. Но генеральный директор, такой в хорошем смысле прожектор, всегда хочет изменений. Он всегда такой визионер, ему хочется постоянно видоизменять и модифицировать систему. И нашел, где-то схантил очень крутого коммерческого директора от конкурента. С ним об всем договорился. Слушай, с ним обговорили вроде бы проект изменений, что он должен сделать за три месяца, за полгода, за год, каким результатом привести. Но что произошло дальше, как по-вашему? Парень из другого города приехал в Москву, оторвался от семьи, от той стабильности, которая была там, и начал, конечно же, менять. Он рвется в бой, он начинает давить. И что происходит с коллективом, который сложился за несколько лет? Действие равно противодействию. И начинаются жалобы, начинаются поездки, как говорят там, по ушам, уж извините, генеральному директору. И что происходит через три с половиной месяца? Генерал вызывает этого нового коммерческого. Извини, девочки на тебя жалуются. Не зашло. Ты должен уйти. Ну, слава богу, у него сейчас все хорошо. Он собственный проект благодаря этому выстрелил в Москве. У него все нормально. Бывает и такое. Но чаще ведь жизнь поломана, оказывается. Наоборот, вынужден уезжать. Но дело-то не в этом. Почему вот такая причина сопротивления? Как только сотрудники чувствуют, что руководитель не готов идти до конца, первую серию крестного отца Я искренне рекомендую пересмотреть всем руководителям продаж. Особенно тот пункт, где советник спрашивает вот этого Дона Корлеоне по поводу какой-то конфликтной бизнес-ситуации. Слушай, как по-твоему, вот тот оппонент готов идти до конца? Нет, отвечает советник. Не готов. Окей. И на следующее утро этот режиссер, который не принимал протеже в свой фильм, там, ну, помним сюжет, да, протеже этого крестного отца, в свой фильм обнаружил там голову, отрезанную голову своего элитного скакуна в своей постели. Что означает не готов идти до конца? Готов к увольнениям нафиг тех, кто сопротивляется, даже если на них сидят ключевые клиенты. Вот это внутреннее ощущение, действительно, я готов ввести изменения до результата, и я не буду ни за кого держаться. Между прочим, сам факт того, что вы к этому готовы, считывается на совершенно бессознательном уровне. Мы до сих пор с этой точки зрения на гормональном уровне собаки Павлова. Мы все это чувствуем. Это вот в семье. У всех, я думаю, тут у большинства были жены, были мужья, или есть, слава богу, дай бог, если эта семья счастливая. Жена сразу моментально прекращает пилить мужа, как только чувствует, что уже он до крайности доведен, готов собрать чемодан, оставить все, детей, квартиру и так далее, и уйти, как говорится, в темный город. Сразу становится шелковее, как только… Причем, как они это чувствуют, непонятно, на совершенно биологическом, ощущенческом уровне. Но я не шовинист мужской, хотя, конечно, шовинист. В обратную сторону работает точно так же. Муж прекращает выпендриваться, манипулировать вот этой бедной женщиной, которая 20 лет за него там держалась, прекращает пьянствовать и гулять, как только чувствует, что она готова все в раздрызг пойти, вот все бросить, чтобы прекратить это все. Самое главное, нам не требуется увольнять. Намного важнее внутренняя готовность, вот глубоко убежден в этом, чем действительно делать это все. Второй источник сопротивления. Почему они сопротивляются? Потому что живые они люди. По современным исследованиям биологии человека, у нас три мозга. Рептильный, тот, который обеспечивает нам настоящее физиологическое выживание. Бежать, драться, прятаться. Лимбический и неокортекс, кора головного мозга. Вы будете удивлены, или наоборот, никого не удивлю сейчас. Все, что бы вы не приносили в плане изменений в отдел продаж, что бы вы не собирались менять, всегда так устроен наш мозг, воспринимается с негативом. У нас больше центров, отвечающих в коре головного мозга, и не только в коре. Рептильный мозг отвечает за выживание. Любые изменения, это на 99% всегда угроза. Сопротивляться сопротивлением физиологично. А если вдруг в вашем отделе продаж, если сотрудники, которые за любую вашу движуху голосуют сразу, мутант, это будущий ваш заместитель, который, вероятно, вас заместит совсем на этом месте, рано или поздно. То есть мутация, которая двигает человека к изменениям. Предприниматели кто? 5, 3, 4, 5% среди всего населения – это предприниматели, это рисковые люди, готовые работать не за зарплату. Третий источник сопротивлений – недостаток информации. Руководитель сам себе чего-то там придумал. С коммерческим посоветовался, с начальником отдела продаж посоветовался. Вот, упс, забыли поговорить с продажниками, которым все это делать каждый день. И удивляемся, а что это они возникают-то? А почему они не радуются? Любой недостаток информации, именно потому что они живые, точно так же воспринимаются с угрозой. Вы знаете, в тех проектах, которые я делаю сейчас, несколько граблей расскажу, я совершенно осознанно достаиваю с генеральными директорами, подождите, давайте мы в процесс разработки, ну сначала поймем куда, но на этапе тактической разработки подробностей проекта мы будем вовлекать продажников. Мы вместе с ними в мозговых штурмах будем разрабатывать те самые пресловутые скрипты продаж. Когда сам парень потренировался и рассказал, как ему продается хорошо, и мы на основе этого сделали технологию для всех остальных, потом, согласитесь, глуповато сопротивляться, когда от него эту технологию будут требовать. И так далее. Недостаток информации. Результат, когда в том проекте я пришел к генеральному директору и сказал, слушайте, ну никак не могу, давайте. Он уже был доведен до крайности. Алексей Михайлович Лопаткин, к Кирове известный человек, генеральный директор этой компании Укс АвиТек, он пришел в отдел продаж и девочкам очень четко сказал, девушки, назовите мне хоть одну причину держать вас на работе дальше. У нас ни второй месяц, ни единой продажи. И он так это сказал, что вот эти две ярких, вроде бы таких звездных продавца с короной на голове поняли, что опа, вот как та жена, опа, поздняк метаться. Я сижу рядом. Они начинают с такими косыми взглядами применять эти речевые модули. Поначалу интонации совершенно, знаете, такие, с негативом. Но хорошая технология, чем она хороша? Она работает, даже если продавец в нее не верит. Хороший речевой модуль, хороший сценарий переговоров работает, даже если интонации не очень хороши. Ну понятно, конечно, когда через какое-то время они поверят и начнут работать с хорошими интонациями, конверсия будет выше. Но в первую неделю сгенерили около 50 показов, из которых получилось на вторую неделю 20 продаж этих квартир. Причем на тех же условиях, по которым торговали все конкуренты на рынке. Да, была ипотека, были рассрочки, но у всех продаж было мало, а эти распродали вот этот многоквартирный дом примерно за три месяца. Кейс номер два, на котором тоже буду иллюстрировать некоторые принципы. Провайдер интернета и кабельного телевидения. Пришли с запросом, слушайте, у нас служба техподдержки, ребята очень выгорают, потому что им звонят и ругаются. Ну то есть это служба техподдержки, вынуждены решать проблемные ситуации. Научите их стресс-менеджмент. Я, как, мне кажется, нормальный профессиональный консультант, как тот доктор, я всегда попрошу, ну голова у тебя болит, хорошо, но давай не будем торопиться прописывать таблетки. Давай сначала давление по мере, давай сначала я тебя опрошу, а что было с травмами, что с наследственностью, то есть проведу нормальную диагностику. Делаем диагностику с этой службы техподдержки и понимаем, что даже если проведем эти тренинги по стресс-менеджменту, ничего не изменится. Почему? Проблема не в том, что они сами по себе такие, не стрессоустойчивые. Нормальные парни из местного ФАФТа, то есть политеха и так далее, нормальные программисты, обычные, как везде, у них нету технологии, действительно никто не прописал способы решения конфликтных ситуаций. Я говорю заказчику, давайте, да, сначала пропишем, потом потренируем. И смотрю, а слушайте, они у вас только консультируют, да, а продавать не продают? Нет. А сколько звонков они в день принимают? 120. У каждого 12-часовая смена, биллинговая система, то есть 120 входящих звонков. Слушайте, а почему они не продают? Это же шикарный ресурс. Давайте их еще заодно научим продавать дополнительные услуги. Тех, кто долго сидит на каких-то низкоскоростных тарифах, будем учить продавать чуть более дорогие, более высокоскоростные. Тех, кто работает, кто сидит только на интернете, будем научим продавать кабельное телевидение. Они говорят, ну как же это так? Ведь это же служба поддержки. Опущу долгий период убеждений про то, что поддержка не должна продавать. Заказчик решился, и мы 4 дня в 2 смены с этими ребятами работали в тренингах. Там мы получили сопротивление сразу на тренинге. Открытое. Да я же, я программист, я служба техподдержки, я не должен продавать ни вообще. Вот кто встречался? Такие сервисные подразделения продавать не любят. У кого есть вообще сервисные подразделения в компаниях? Встречались с такими проектами, когда ты хотел бы нагрузить их дополнительными обязанностями? Попробуй. Это будет навязчиво. Я не буду впаривать. Ой, мы получили все сразу на обучении. Опять же, чуть позднее я расскажу, чем все закончилось в этом проекте. Почему? Следующий источник сопротивления. Да банально есть люди, которые не могут взять новые технологии. Почему? Потому что они не способны их взять. Я назвал этот эффект. Windows 10 на Pentium 286 уже не встанет. В том проекте мы смогли убрать все сопротивление всего коллектива, уволив всего одного человека, самого главного антилидера. Пришлось это сделать. И ровно после этого все стали шелковыми. Все поняли, что все всерьез, что слить этот процесс сопротивления невозможно. И начали работать. А результаты я вам покажу чуть позднее. Следующий источник сопротивления, я назвал его так, спам-внедрение. У меня такое ощущение, что в продажах и в управлении, особенно продажами, работает очень много людей, давно с детства занимающихся боевыми искусствами, причем не мягкими, а жесткими. Карате, бокс, вот знаете, все эти ММА, бои без правил. Они там на тренировках приучились решать проблемы определенным образом, а потом приходят в отдел продаж, его взяли руководителем, и он начинает всех остальных ломать точно так же об колено, как в спортзале. Мы приносим людям готовый проект, абсолютно их к этому не подготовив. Это может быть самый главный источник сопротивления. Я чуть позднее покажу, а как их готовить. Но подытожу этот пункт очень простым анекдотом. Воно, спрашивает Гоги, вчера я спас девушку от изнасилования. Вой! Гоги, ты защитил ее от насильника? Нет, я ее уговорил. Честно, проще, просто заранее подготовив плацдарм, предупредить эти сопротивления, чем потом с ними бороться. Это как в продажах. Здесь, я думаю, большинство продажников. Если ты получил жесткое сопротивление в переговорах, скорее всего, ты не подготовился. Ты зашел ни к тому, ни с тем предложением, которое релевантно его потребностям. Ты не подготовил ценовые предложения так, чтобы хотя бы одно по принципу даунсел, снижение чека, ему позволило бы попробовать тебя малыми объемами. То есть ты, как продажник, действуешь слишком торопливо, слишком жестко и топорно. А здесь та же самая история. В результате, вот мелкий текст и все рябит, давайте просто на словах, да? Через полгода эта служба технической поддержки программисты заняли 50% в структуре продаж всей компании. Они перегнали практически колл-центр первой линии, хотя до того не продавали совсем. Потому что продажа-то простейшая. Отработал ты его, решил эту главную проблему, с которой клиент позвонил. У него висит интернет, у него не работает телевидение. Решил главную проблему, а после этого задаешь пару уточняющих вопросов. Слушайте, я вот смотрю, вы давно сидите на таком-то тарифе, подвисает, наверное, по вечерам. Да, говорит клиент. А вы разве не знаете, что вот у нас уже три года как внедрено, вот пять лет на этом тарифе сидите, у нас внедрен тариф в три раза, в пять раз быстрее, всего на 200 рублей дороже. Пообщаемся, посмотрим. Вот простейшая штука, и они на этих допродажах заняли 50% в структуре продаж всего, всей компании уже где-то через полгода. Но эти полгода, вот девочка там, это Наталья Майнина, руководитель этой службы техподдержки, она чуть не посидела, по словам, пока они сопротивлялись. Мы-то консультанты, мы провели тренинги, я там два дня посидел на внедрении, но тем не менее, рано или поздно вышел, а ей пришлось внедрять. Ровно на третий месяц, когда она поняла, что доведена до крайности, как руководитель, блин, сопротивляются, продолжают саботировать, она была вынуждена вычислить и уволить самого главного антилидера, ровно после этого они стали делать то, что от них требуется. Ну, позвонила Алексею, мы с ней пообщались, я издал некоторые подсказки. Это, ну, несложно на самом деле, это все выявляется, подойдите ко мне после перерыва, подскажу, как понять, кто у вас вот этот серый кардинал, который мешает работать вам. Ну, окей, что с этим всем делать? Переходим в блок рекомендаций, в позитивную сторону, в позитивный, скажем так, как модуль моего выступления. Конечно же, готовить плацдарм заранее. Ситуация, кейс номер три. Завод пришел ко мне с запросом, хотим организовать конкурс кадрового резерва, потому что все мастера уже предпенсионного возраста, некем заменять руководителей среднего звена. Но, говорит, ни во что не верят, ни во что не верят, ни на какие инициативы там профкома, вот этой молодежи не реагируют. Скорее всего, вы ничего не сделаете. Мы сначала две недели готовили почву. Мы походили по бригадам, мы спросили вот этих ребят из молодежного комитета, кто у вас является организаторами волейбола по вечерам, подсказку даю вам. Кто свистит, кто когда говорит, народ, пошли пивка попьем, за кем все идут. И зовите к нам. Две недели неизвестные этим людям, неизвестные для этих сотрудников люди в каких-то костюмах приглашали вот таких людей, и мы с ними просто беседовали. Двадцать минут я его опрашивал, слушайте, ну как вы расцениваете свою карьеру и свой опыт на этом заводе? Как вообще вы смотрите, что будет через пять лет с вами? Что вам больше нравится? И ни в коем случае ни одному мы не говорили ни о каком конкурсе кадрового резерва. Мы их отпускали в несколько подвешенном состоянии на языке психологии. Незаконченный гештальт. То есть незаконченное действие, энергия. Ну поговорили о ИИИ. И вот это ИИИ, где они реализовывали? Что происходило в бригадах, в цехах уже через полчаса, как по-вашему? Они общались друг с другом. Мы запустили вирусный эффект. Когда через две недели мы организовали уже официальное начало кадрового конкурса, генеральный директор, который считал, ну придет три с половиной инвалида, там вот этих активистов, молодежного правкома, открыв рот, наблюдал, когда третий, пятый, шестой десяток заходят. 90 человек стояли по стеночкам. Не хватило стульев. И оттуда пришло 50 с лишним человек в сам конкурс. То есть мы сделали презентацию, из которых по итогам через полгода проведения этого кадрового конкурса мы нашли трех будущих начальников цехов. А остальные работали у них в проектах. Что еще делать? Работать с лидерской структурой группы. Изменения лучше запускать не сразу на весь коллектив, а через резонансных людей. А, почитаем групповую динамику, почитаем лидеры группы Эрика Берна. Надо кому-то литературу для самоподготовки. Посмотрите. Действительно, есть люди, которых слушают, есть люди, которые слушают. Есть те, кто идет за кем-то за лидером, есть те, кто за кем идут. Их нужно вычислять. Тех, кто скорее, знаете, нормально или нейтрально относится к компании, расположен, их нужно вовлекать. Их нужно думать, какой карьерный бенефит они получат от этого проекта изменений и разговаривать, и планировать, чтобы они становились твоим союзником. Если он жесткий антилидер, попробовать завербовать, да, попробовать вовлечь, да, но если не получилось один-два раза, дешевле будет, даже если на него подвязаны ключевые клиенты, дешевле с ним расстаться. Стратегически намного дешевле. Ключевые клиенты, если они действительно серьезные сейчас в современном бизнесе, далеко не всегда работают с продавцом. Они понимают, что они все равно работают с компанией. Хотя продавец, конечно же, очень всегда, знаете, любит, он будет работать только со мной, подчеркнуть свою значимость. Что еще делать? Типичнейшая ошибка. Мы сливаемся на первых двух этапах реагирования. Вот что делать? Планировать эффект изменений, как некий поэтапный процесс. В свое время Элизабет Кюблер-Роуз, американский психолог, изучала закономерности принятия неизбежных решений, принятия неизбежного людьми. И вот мы вышли, ну, вернее, Элизабет Кюблер-Роуз, а потом уже, когда я прикладывал, я вдруг, да это же отдел продаж, то же самое. Люди проходят через одни и те же стадии принятия изменений. Отрицание. Нет, к нам это не относится. На прошлой работе у меня тоже внедрялись ARM-систему, ничего не зашло, так и в Excel все и осталось. И скрипты это все ерунда. Не буду я звонить по скрипту, иди к черту. Ну и тому подобное. Если руководитель настойчив, корректен, мягок, не оскорбителен в процессе, тут важно, мы тверды, но не, как сказать, мы не оскорбляем людей личностно. Важно пройти по этой очень тонкой грани. Если руководитель настойчив, через какое-то время наступает вторая стадия гнев, открытые сопротивления. Я уволюсь. Что вы от меня требуете разговаривать по каким-то шаблонам? Я 20 лет в этом бизнесе работаю. Кто меня может чему-то научить? Зачем нам эта CRM-система 20 лет, там 5 лет работали без CRM и дальше поработаем? Что с этим дальше делать, мы понимаем. Если это активные сопротивления, ну и так далее. То есть кого-то пытаемся вербовать, кого-то вовлекать, от кого-то и избавляемся сразу. Большинство проектов, изменений, вообще практически большинство, с которыми мне приходилось общаться, не взлетают, потому что руководитель останавливается на второй стадии. Получил открытые сопротивления. Ой, наверное, невозможно, я же всех растеряю. Они же все разбегутся, кто будет продавать. Бац. И вполне здравая идея, которая могла выстрелить. У всех конкурентов уже давно выстрелила. Ну, конечно, у них другие люди, они у тебя. Более грамотные, лояльные, эффективные, интеллигентные и тому подобное. Могла бы выстрелить, но не выстреливать. Третья стадия. Торг. Они начинают нас продавливать. Они понимают, что уже вроде как, ну, а можно я не так скрипт скажу, а по-своему, а можно я в CRM буду забивать не сразу после разговора с клиентами эту информацию, а вечером, когда на бумажке все напишу, сразу хором. А можно, а можно, а можно, если руководитель будет настойчивым, наступает пятая стадия, как у тех девчонок в моем там отделе по продаж по недвижимости, да, депрессия, черт возьми, ну, они уже думают, куда, где-то бы уволиться, похоже, придется этим заниматься и занимаются, это делают без эмоций, без огонька и так далее, но если вы изначально делали, внедряли правильную технологию, она начнет работать даже без этих интонаций и артистизма, искреннего голоса. И только пятой стадии принятия, когда они понимают, что все эти CRM-системы, новая система мотивации, KPI, скрипты, сценарии и прочее, чему вас будут учить здесь два дня на этой конференции, им работать помогает, а не мешает. Через какое-то время. Вообще, интересно, слышали про такой норматив, скажем так, что на внедрение навыка на неосознаваемом уровне нужно минимум 21 рабочий день. Слышали о таком? Кто слышал? Врут. Это устаревшая цифра и скорее она фигурирует в таком общественном бессознательном, потому что было большое искажение информации. Современные исследования о том, говорят, что 21 это цифра не общая, а минимальная. От 21 до 60 дней повторения требуется, чтобы сотрудник забыл, как работать по-старому и начал по-новому работать, как будто бы он всю жизнь так разговаривал. Это наша с вами, дорогие руководители, ежедневная работа. Это утренняя планерка, это ежедневное подключение, прослушивание записей, ну пускай не всех, да, ну хотя бы выборочно. Это вечернее, обязательно там 20 минут с ними посидеть и немножко потренироваться по самым часто встречаемым возражениям в течение дня. Это еженедельный тренинг в конце рабочего дня в пятницу, например, уже часика на полтора, когда мы обобщаем все проблемы, с которыми встречались и тренируемся, 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 пуская внутри. Так вот, кстати, я уже рассказал про тот проект, про мультинекс, то есть 50% заняли, но ушло до этого полгода. Что еще делать? Планировать проект как поэтапный процесс. Когда-то, когда я понял, что мне надоело продавливать сотрудников, вот этих клиентов, я живой человек, я не люблю работать с сопротивлениями, мне проще и больше удовольствия, что ли, в жизни доставляет уговорить, а не там, понятно, да? Мы разработали с коллегами такой свой подход. Называется он литейка. Это аналогия с металлургическим комбинатом. Чтобы отлить что-то новое, какую-то новую деталь из металлического лома, нужно сначала то, что было твердым, металлический лом, расплавить. Из каких этапов это все состоит? Шаг первый. Разведка. Исследования клиентов, конкурентов, продукта, модели воронки продаж, мотивация, неформальная структура коллектива. Вот есть еще один источник сопротивления, почему скрипты и CRM не внедряют. Вы внедряете не то, что нужно этой компании. Ваш руководитель отдела продаж, например, генеральный директор ставит ему задачу. «Слушай, я слышал, у конкурентов уже внедрены скрипты, давай-ка и мы тоже внедряем». Что делает руководитель в первую очередь? Заходит в интернет и заводит поисковый запрос «Скачать скрипты продаж, скачать бесплатно». Коллеги, там мусор. То, что такие, как я, когда-то разработали, но под конкретного клиента, его специфика не подходит к вашей, у вас другая. И это, в принципе, отработанные шаблоны, которые уже не работают. Но руководитель отдела продаж этого не знает, он радуется, о, как клево, можно консультанту не платить самому, не сидеть, не разрабатывать это все по-настоящему. Печатает, идет к сотрудникам, выдает им с утром «давайте учиться и давайте работать по новым технологиям». К вечеру они приходят и говорят «Не, Серега, не, сам звони по этим скриптам». Потому что это не то, что работает. Хороший скрипт продаж должен быть разработан под вашу продуктовую линейку со всеми вашими сервисными особенностями. Б, он должен быть, он должен полностью имитировать речевой строй. Письменная речь, как обычно пишут скрипты, и устные кардинально отличаются. Вот когда нам звонят, например, какие-нибудь операторы колл-центров из банков, предлагая свои кредитные продукты, помните, какими словами они говорят с нами? Нежизненными. Это официоз, тебе неприятно с ним разговаривать. Это как робот. Так вот, хороший скрипт должен полностью имитировать все наши неправильности в речи. А это уже просто так не писать. Нужно прослушивать кучу записей и моделировать приемы. Ну и так далее. И CRM мы часто пытаемся внедрить, не ту, которая нужна. Хотите маленький ключик, как сделать так, чтобы CRM зашла в отдел продаж легче? Часто ошибка в том, что мы пытаемся внедрить CRM сразу, многофункциональную, сразу под себя, чтобы там и рассылки, интеграция с сайтом, и телефония, вот все, все. Многофункций вызывает необходимость в большом количестве обучения. Это означает, что ребята посмотрят, не получается сразу, не получается за 15 минут освоить, и ну его к черту. Вот мы получили сопротивление. CRM на переходный этап от Excel вообще к CRM с системой должна быть максимально простой, упрощенной. Он должен сам без просмотра мануалов за 15 минут потыков на кнопочки понять, как здесь все работает. Вот это главный, может быть, ключик, чтобы все эти ERP-системы, прочие битриксы и прочие CRM вообще куда-то взлетели и был шанс. Дальше. Неявный пиар-проект, запуск правильных слухов, об этом я немножко поговорил, работа с неформальными лидерами, говорил, страт сессии и мозговые штурмы, правда, когда мы определили стратегию в своем стратегическом управленческом кругу, мы на этап разработки тактики вовлекаем тех же продажников. Они с радостью в этом всем участвуют. Им лестно в мозговом штурме по разработке, например, книги стандартов и скриптов, сценариев по адаптации CRM-системы участвовать в этих проектах. С ним генеральный директор совещается, вот как тебе будет удобнее, с ним финансовый директор, коммерческий. Ой, они потом становятся агентами изменений и приходят в отдел продаж и говорят. Причем не обязательно всех, можно вот тех самых формальных и неформальных лидеров, о которых я уже говорил. Создание формы. Делаем платформу для информирования о ходе проекта. Когда уже официальное начало, рекомендую, правда, сделайте какую-то страничку на корпоративном форуме, вот отчет ежедневный о том, что происходит в процессе изменений, чтобы они знали и отслеживали регулярно. Интранет, рассылка, форум, там в CRM-системе, там лента в Bittrex 24 и тому подобное и в прочих других CRM-системах. Я не апологет Bittrex, просто к слову пришлось. Разработка книги стандартов и сценария в продаж, вот чтобы форма зашла. Подбор, установка, адаптация и настройка CRM. Тренинги и вот важнейший момент, не торопитесь внедрять сразу всему коллективу. Возьмите тех самых неформальных условных лидеров и предложите им на них стать группой спецназа, группой кадрового резерва, на них обкатать новые технологии. Действительно, в отделе продаж 10 человек, ты берешь там одного-двух. В отделе продаж 20-30 человек, ты берешь 3-4 человека и они вместе с тобой, если ты руководитель, или с консультантами, если ты приглашаешь для всего этого проекта каких-то консультантов, внедренцев, они обкатывают эту технологию неделю-две. Им проводятся мини-тренинги, они работают в новой CRM-системе, им нарезается своя группа. У меня был проект, когда компания из IT-сферы, разработчики сайтов, были вынуждены в 2008 году прийти, слушайте, вот знаем про конвейер давно, были на семинаре, а грохнул кризис, что делать рабочая тетрадь. Посмотрели, конвейер, так они что сделали? Они не стали внедрять новую технологию продаж ветеранам, зачем тратить время на сопротивление? Они на том же этаже сняли новое помещение, взяли нового руководителя отдела продаж, сразу ему поставили стратегию и тактику, набрали новых ребят, перераспределили базу, чтобы не было накладок на клиентах, и сначала два месяца внедряли, строили технологию с новичками. А новички, они как белый лист, они приходят в эту компанию, какое сопротивление? Здесь у нас так работают, вот по этим технологиям, дали готовую технологию. Все, но в курилках-то и на получение зарплаты, они все равно пересекаются с ветеранами и на обеде. Когда по итогам первого месяца вдруг обалдели, что сколько ты получаешь? Ого, то есть у тебя уже всего 10% до ветеранской зарплаты, а я три года работаю в этой компании. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А когда на третий месяц новички начали зарабатывать больше, чем ветераны, все, дальше уже было делать техники, распространить новые технологии на весь коллектив. Проще так, чем переламывать ветеранов. Они вас сильнее частенько и психологически, и структурно. Понятно, я очень понимаю страх руководителя, когда он боится потерять ветерана, на котором сидят ключевые клиенты. Все эти тестирования и доработки. Почему, например, скрипты и CRM часто не внедряют, не взлетают? Да потому что не протестировали. Придумали из головы и начали сразу обучать сотрудников. Тестируй много раз. Когда Алексей Урванцев вроде давно в этом работаю, неплохо знаю, тренер по продажам, тренер по публичным выступлениям, то есть и продавал много лет сам на холодных звонках, но все равно, когда делаю очередной проект, я себе сначала делаю шпаргалку, которую тестирую, получаю конверсионно, статистически доказуемый, скажем так, доказанный рост в цифрах, и только после этого чему-то обучаем сотрудников. Вот это правильный подход, коллеги, профессиональный. Отливка. Тренинги для всего коллектива. Важный, ключевой момент, они должны быть клевыми. Тренинги должны быть веселыми. Вот не нудятина. Даже если там мы действительно берем скрипты и заставляем сотрудника много раз повторять, сделайте, найдите тренера, сами в конце концов, если вы руководитель и имеете эти навыки, сделайте так, чтобы там было весело. Эмоция дает важнейшую энергию для внедрения любых изменений. Она должна быть позитивной. И один из простых способов, например, дам упражнение, как тренер по ораторскому искусству, прекрасно в тренингах по продажам работает. Берем скрипт, а потом вместе с сотрудниками просим их, давай, этот скрипт произнеси в нескольких разных интонациях. Интонация, например, ты зовешь кого-то с холма на улице. Интонация Жириновский, интонация Маяковский, там интонация секс по телефону. Вы не представляете, сколько смеха до потолка. Это они падают со стульев, когда вот это вот сексуальным, роскошным, чувственным голосом они Иван Иванович, давай, скрипт от стройки от конкурентов номер три. В отличие от других компаний, которые, к сожалению, часто после поставки оборудования забывают о клиентах, мы делаем установку, пусконаладку, шеф-монтаж, обучаем ваших сотрудников и благодаря... Ну то есть смеха куча, они там друг друга соблазняют, они там вот роскошный этот чувственный кошачий, котовый голос отрабатывают, когда... А мы в это время с вами решаем несколько очень важных черных тренерских задач. Каких? Они в течение этой игры этот скрипт повторят раз десять, то есть он отложится. Во-вторых, включится голос. Он не будет вот таким сексуальным голосом разговаривать с клиентом, но мы достигнем самого главного. Он поиграет с этим скриптом, он станет родным и интонации наконец-то станут живыми. Ну и закалка. Может быть, самый ключевой момент, потому что недостаточно запустить процесс, надо сделать так, чтобы он зафиксировался, чтобы он не слился через месяц. Внедрение, коучинг, поддержка. Помним о 21-60 днях внедрения, дорогие руководители. Вот правда, на этом этапе это будет важнее, чем переговоры с ключевыми клиентами. Сидеть с ними каждый день, черт возьми. Регулярное подведение итогов, то есть каждый день. Поощрение лучших сотрудников. Тактика малых побед. Вот каждый день оцениваем результаты. Люди не берут изменения, в которые не верят. А они чаще всего не верят в большие изменения. Разбейте большой процесс на маленькие шажочки, ежедневные. Когда у меня в одном из проектов новичок-сотрудник на второй день внедрения вдруг выдала ошарашивший всех результат, я утром купил самую большую коробку конфет, при всех наградил. Спасибо, что вы работали по скрипту. Она новичок, у нее не было альтернатив, как работать по-другому, поэтому она просто тупо отрабатывала правильные скрипты. Молодец. Ветераны, у которых не было такой конверсии, как у нее, вы на это все смотрели, ух ты, ничего себе. Кейс номер три, вендинговые, коллеги, сколько у меня до конца? У меня 40 минут было, я по-моему уже, уже прошло, да? Ну окей, кейс номер три, вендинговые аппараты, очень быстро. Фокус в чем? Это первый проект, на котором мы сделали тот самый проект «Литейка» в урезанном варианте. Он мне выдал через два месяца генеральный директор вот этот отзыв. Ярчайшим примером стало то, что новые сотрудники обучаются и начинают теперь за две недели продавать, так же, как ветераны, которые работают в этой компании несколько лет. Тот проект, где у меня девчонка-новичок выдала 100% конверсии, приняла в течение дня 14 входящих звонков и отработала, и продала 14 аппаратов для домашней физиотерапии. Ну это вот, извините, не официальный отзыв, а скриншот из моей соцсети, но именно потому, что мы спокойно готовили этот проект, там, по-моему, пару месяцев мы работали перед тем, как выводить ребят на живые продажи по новым технологиям. Ну что ж, друзья, с вами был Алексей Урванцев. Мне очень приятно, да, там, рассказать о своих рейтингах, извините, что похвастаюсь, в списке 28 лучших бизнес-тренеров России по итогам исследования журнала управления персоналом полгода назад, топ-20 лучших российских тренеров по продажам и ораторскому искусству, ведущий передачи об умных продажах без скидок на Метриэкс ТВ каждый четверг слушается в 9 утра, автор публикации, с 95-го года работаю в продажах, был и в снабжении, и ездил, возил грузы, и продавал на холодных звонках, и до сих пор в проектах. Вот сажусь сначала на телефон и звоню вашим клиентам, продавая ваши товары и услуги, чтобы отработать и передать вашим сотрудникам уже опробованную технологию. Среди клиентов есть ряд как всем известных брендов, так и около, наверное, 500 по корпоративным услугам средних и малых компаний по всей России и всему русскоязычному пространству. Спасибо за внимание, надеюсь, было полезно. Коллеги, я весь день здесь, подходите, буду рад, если кому-то нужны будут индивидуальные подсказки по работе с групповой динамикой и тому подобному. Спасибо.